Если вы все еще верите в розовых пони, то закройте уши. На всякий пожарный. Всем привет, меня зовут Павел, и как вы, конечно, уже поняли из названия, тема этого ролика – выборы. Записать этот ролик меня заставил недавний разговор с одной моей знакомой. Ей около 30, и она мать-одиночка. Очень важное дополнение – живет она не в Москве. За МКАДом тоже есть жизнь, не удивляйтесь. Акцентирую на этом внимание, чтобы было понятно, откуда такие зарплаты. Школа с медалью, высшее образование, работает она по профессии, бюджетник. То есть, вроде как является тем самым винтиком, который позволяет любой стране функционировать. Жалко только, что у нас не все об этом помнят. Ее зарплата в месяц – меньше 15 тысяч. В общем, не жизнь, а сказка. Таких зарплат не бывает. Средняя зарплата в ее профессии по стране составляет около 35-40 тысяч. Ну, во всяком случае, об этом говорит телевизор. Но, напоминаю, живет она не в Москве. А телевизор озвучивает среднюю зарплату. Среднюю. Тьф, живут в своем мухосранске, а потом жалуются. Естественно, она говорила, что денег им не хватает. И вообще, она слабо представляет, как им дальше жить с ребенком. Но на выборы она, конечно же, пойдет. И голосовать, естественно, будет точно так же, как и все остальные. Потому что... Ну, а за кого? На этом, собственно говоря, ролик можно было бы и закончить. Абсолютно все. За исключением самых одаренных. Отлично понимают, кто станет следующим президентом нашей страны. Это знаю я. Это знаешь ты. Это знает Жириновский. Это знает Собчак. Да блин, даже моя собака это знает. А если она и не знает, она все равно об этом никому не расскажет. Мне очень понравился комментарий по поводу предстоящего воскресенья. Что было бы гораздо полезнее вместо гигантских сумм, которые тратятся на выборы. А если кто-то не знал, то это совсем не дешевое мероприятие. Все эти деньги просто взять и разворовать. О чем это я? Взять и отправить в детские дома. Я отлично понимаю, что с точки зрения демократического общества, а у нас вроде как оно, сделай репост ВКонтакте с записью о том, что это не так. Так вот, с точки зрения демократии, это, конечно же, полнейший бред. Выборы важнейший инструмент, и они и должны быть. Но серьезно, пользы бы от этого было гораздо больше. Самая главная проблема этих выборов не в том, что победит определенный кандидат, а в том, что мы со стопроцентной уверенностью уже сейчас можем сказать, кто победит. И тут абсолютно не важно, плохой он или хороший, Иванов это или Петров. Просто в нашей стране полностью отсутствует политическая конкуренция. Ее попросту нет. Ну что, реальные альтернативы действующему правительству, бывшая ведущая Дома-2 или Жириновский с Явлинским, которые пытались победить еще в моем детстве. А мне не 19 лет. К сожалению. За 20 лет в стране, которая безумно гордится своим образованием, политической и экономической мощью, не нашлось ни одного грамотного экономиста, ни одного политолога, который мог бы стать кандидатом. Это вообще как? Неужели лучшее, что может произвести наша страна, это Жириновский. Человек, который в прямом эфире на многомиллионную аудиторию покрывает матом женщину. И тут абсолютно не важно, как вы к ней относитесь и что вы о ней думаете. В прямом эфире кандидат в президенты ведет себя подобным образом. Это что, лучшее, на что способна наша страна? Где адекватные специалисты? А если кроме одного, вот пускай даже гениального политика, все остальные способны только кривляться и истерить? У нашей страны огромные проблемы. Ну что, вы реально считаете, что у нас на всю страну, грубо говоря, один вменяемый человек? Абсолютно не важно, за кого вы будете голосовать и кого поддерживать, и каковы ваши политические взгляды. Но рядом с вашим кандидатом должны стоять адекватные соперники, чтобы можно было сказать, вот они, лучшие люди нашей страны. А зачем, собственно говоря, это самая политическая конкуренция нужна? Жили как-то без нее и дальше проживем. Здесь, я думаю, стоит привести пример других стран, выборы в которых очень активно освещаются нашими СМИ, потому что за ними на самом деле интересно наблюдать. Никто не знает, кто победит. Очуметь! Во многих странах так сложилось, что по своим политическим взглядам общество изначально делится на две большие группы. Допустим, около 40% семей всегда голосуют за партию А и ее кандидата. И приблизительно столько же готовы поддержать лидера партии Б. И как вы понимаете, остается еще 20%, которые не определились, и сделают свой выбор в зависимости от личности кандидата, его предвыборных обещаний, программы. И что же тут хорошего? Общество-то не едино, а мы должны единым кулаком разбираться в Сирии, то есть, ну, во внутренних проблемах своей страны. Подобная система не позволяет власти уходить в тотальный отрыв и чувствовать свою полную безнаказанность. Потому что, если ты будешь принимать непопулярные решения, Привет, пакет Яровой и Покемоны! Если ты скомпрометируешь себя, то эти самые решающие 20% на следующих выборах проголосуют за твоего конкурента. А он вот тут, рядышком. Он не 2% голосов на выборах набрал. Он отстал от тебя на сущие крохи. Поэтому хочешь не хочешь, а приходится вертеться. Может быть, я сейчас кому-то открою глаза? Если вы все еще верите в розовых пони, то закройте уши. На всякий пожарный. Но в политику идут не только те, кто хочет положить свою жизнь ради счастья народа. Власть дает множество преимуществ. И материальное благосостояние одно из них. Поэтому никто не хочет лишаться теплого местечка. И это вполне нормально. Но вот просто представьте, вы получаете работу, очень высокооплачиваемую. Она дает вам определенный статус в обществе и огромные возможности. Вы стали учителем. Но вы отлично знаете, что стоит вам один раз лохануться, и на ваше место тут же найдут другого. На рынке огромная конкуренция. А теперь вопрос. Вы будете добросовестно работать? Еще как. И тут совершенно не важно, почему вы это будете делать. Из каких-то меркантильных соображений или чисто ради идеи. Вы сделаете все, чтобы доказать начальству, что вы на этом месте лучший. Если кто не знает, что по идее в демократическом обществе начальство это народ. Как бы демократия. Власть народа. Че-то я какой-то бред несу. И есть другая ситуация. Та же самая фирма. Та же самая должность. Но вы отлично знаете, что на ваше место никто не претендует. И никого найти в любом случае не смогут. Хотите работать? Работайте. Не хотите? Ну и не работайте. Зарплата в любом случае будет вам идти. Рядом-то никого нет. И по факту рвете вы жилы на работе, не рвете. Конкретно на вашу жизнь это вообще никак не повлияет. И что, вы бы в подобной ситуации работали в поте лица? И вот вы уже засыпаете на торжественной презентации вашей фирмы. Надо потише говорить. Люди спят. Ангелочек. Объясняете работнику, что денег у вас нет, но желаете ему хорошего настроения и не сдаваться. А недовольным подчиненным советуете открывать свой бизнес и искать подработки. Понятное дело, что в политической жизни такое невозможно. Хотя... Подождите. Наличие рядом грамотного, адекватного соперника дает нам, обычным гражданам, надежду на то, что человеку власти и совершенно не важно, кто это, Иванов, Петров или Сидоров, не расслабится, не подумает, да им все равно деваться некуда. Что ж, Жириновский, что ли, президентом станет? В этом плане показательно история с расследованием Навального о Медведеве. Я не знаю, правда это или неправда, в данном случае это вообще никакой роли не играет. Но при наличии этих самых конкурентов пришлось бы давать народу какие-то объяснения, разволноваться, что ли, или, не знаю, в суд подать за клевету. А тут какая разница, врет он или не врет. Ну, допустим, проголосует какой-нибудь Петя, насмотревшись роликов, против. И что? В любом случае десятки тысяч Жор поддержат меня. Потому что ну а кого другого?